МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять вечера в столице. О главных событиях уходящей пятницы рассказывают корреспонденты телеканала «Хабар-24» в студии Патаку Саркулова. Здравствуйте. Глава государства принял председателя КНБ. Ермик Сагимбаев доложил о ходе расследования уголовных дел, в том числе в отношении бывшего руководства ведомства. Из незаконного оборота выведено почти 2000 единиц оружия. Уже около 50 тысяч боеприпасов, в том числе похищенных во время январьских событий. В рамках борьбы с наркобизнесом пресочена деятельность шести нарколабораторий, изъято более 400 килограммов различных видов наркотиков. В сфере охраны государственной границы задержано 2000 правонарушителей. Выявлено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 500 миллионов тенге. По итогам встречи Хасмужмар Тукаев дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ. Учащихся 13 школ в Ахтубе перевели на дистанционку после инцидента с одной из учениц. Девочка едва не погибла в потоке талой воды. На помощь ей бросились прохожие. Кадры падения ребенка и спасения сейчас обсуждает весь КАЗНЕТ. Как сейчас себя чувствует девочка, узнала Наталья Салькова. Трагедия едва не произошла на этом месте. Девочка возвращалась из школы, проходила мимо Арыка, оступилась и упала в воду. К счастью, помощь подоспела вовремя. Оказавшуюся в воде девочку заметили охранник жилищного комплекса и сотрудники находящегося поблизости фитнес-центра. Из-за бурного потока ее затянуло водосточную трубу. Мужчины бросились на помощь и с трудом вытащили 15-летнюю школьницу из ледяной воды. Избежать трагедии, рассказывают очевидцы, удалось чудом. Пытались достать девочку, не могли ее достать, потому что она одеждой зацепилась за арматурой, ноги затянула прямо в трубу. И где-то мы минуту практически пытались ее достать. Сперва пока тянули, чуть не стянули с нее куртку. В итоге пришлось подсесть на корточке, подхватить ее за корпус, чтобы хоть как-то вытащить. Шоковое состояние было у девочки, потому что мы как только ее занесли к нам в зал, она говорила, я хочу домой, мне надо домой, мне надо домой. Но мы ее отогрели, естественно, переодели, чаем напоили горячим. Потом пришла в себя уже, созвонилась с родителями, и все было нормально. Сейчас состояние подростка удовлетворительное. Однако после инцидента учеников 13 городских школ перевели на дистанционное обучение. Из-за потепления и обильного таяния снега в городе потоплены 14 жилых домов. Из села Орлеу эвакуировали 4 семьи. Сейчас из-за размытых дорог несколько населенных пунктов в области остаются отрезанными от внешнего мира. В селе Сарабулак Кабдинского района затопило электростанцию. Жители вынуждены сидеть без света. До сих пор остаются размытыми шесть вот таких вот дорог местного значения, которые ограничили проезд к шести населенным пунктам. Это поселки Оймаут, Миялы, Сарабулак, Утек, Ахшатал и Коптадай. Были отрезаны сейчас, ну скажем так, от большой земли 3316 человек и 702 дома. По словам специалистов, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла. Поэтому спасатели будут работать в усиленном режиме. Наталья Салькова, Инадин Болдобеков, Октубе, Хабар 24. Не пройти и не проехать к некоторым столичным школам. Учащимся приходится преодолевать настоящие испытания. Надел сапоги и тоже решил пройти этот квест наш корреспондент Асхат Ниязов. Одна из крупнейших строительных компаний построила одну из элитных школ города. А точнее несколько. На территории самих школ все красиво. А вот за забором настоящий беспредел. Здесь только самые смелые идут прям по грязи. Другие пытаются пробраться по остаткам снега. И такой способ комментируют очень коротко. Вообще ненормально. Самым удачливым помогают родители. Просто берут детей на руки и бегом к машине. Мы снимаем про состояние дороги. У вас часто приходится? Да, часто приходится. У тебя часто папа вот так носит на руках? Нет, это не папа. Нет. А, это не папа? Да, это было. А он всегда поздно за мной приходит. Потому что в воду тоже точно было так. Но на машине тоже не всегда подъедешь. Из-за вот такого водоема. Интересно, что сразу после приезда нашей съемочной группы приехали откачивать воду. Но если у этой школы по улице Байтурсунова еще есть альтернативные пути подхода с нормальной дорогой, то вот у такой же школы, только в другой части города, в районе Жигалау, вообще все плохо. Начнем с того, что добраться до нее – это отдельный квест. Мы, наверное, первый раз в жизни стояли в пробке на внутриквартальной дороге. И то есть вы каждый день вот столько времени в пробках здесь стоите? Да. Сколько примерно? Вчера я час стояла вот от цыганак до школы, что доехали час. Час? Час. От цыганак до школы вы ехали час? Час. Час мы ждать не смогли, поэтому решили добраться до школы пешком. По дороге встретили проводников. Ну как вы здесь проходите? Вот так вот просто? Там чище, короче. Где чище? Проведете нас? Ну давайте. Давайте, мы за вами. Это у вас чище, да, называется? Да. Чище, пожалуйста. А, и дальше по проезжей части, да, получается надо идти? Отлично. Ближе к самой школе уже начинается настоящий ад. Родители прям с детьми ходят между машинами. Те же, кому не жалко обувь и одежду, идут по грязи. Вот, смотрите, ребенка еле заела в школу. По колено. Белые колодки стали грязные. Ужас. Сами дети уже привыкли к этой дороге, поэтому придумывают различные хитрости. Бахилы помогают? Немного. Правда, одна пара уже слетела. Это уже вторая по дороге. Да. За одну дорогу два, да? Да. Ноу-хау от учеников Бином. Это получается, ты бахилы соорудил, да, так? Да. Из пакетов полиэтиленов. Ну, молодец. Помогает? Да. Теперь давайте разберемся, как же все так получилось. Крутая строительная компания за 7,5 миллиардов бюджетных денег строит школу. Да, по механизму ГЧП, но тем не менее, в течение нескольких лет государство же инвесторам все равно вернет потраченные на строительство деньги. Так вот, как за такую сумму не смогли сделать нормальные подъездные дороги? В самой компании уже прокомментировали это и объяснили, что все, что находится за территорией школы – забота Акимата. Хорошо, едем в Акимат. Почему нельзя было сначала сделать коммуникации, сначала провести дорогу, потом школу открывать? Ну, вопрос не ко мне, наверное. А к кому? Вы именно какую школу имеете? Ну, давайте Жагалау возьмем. Почему нельзя сначала сделать дорогу, чтобы детишки нормально ходили, потом уже открывать школу? Пожья Галау, из-за дефицита потребностей в ученических местах, ее принято было решение открыть в зимнее время. В зимнее время, как вы знаете, дороги не строят. Если бы открытие школы было в сентябре 2022 года, там все уже было бы готово к этому времени. Хорошо, тогда спрошу и уточню. А позже Галау, когда дорогу сделаете примерно? Мы до 1 сентября планируем полностью завершить, обеспечить проезд и завершить работы с тротуарами, с освещением, с благоустройством. До ночи. То есть только летом, 1 сентября? Только летом. Но сейчас в рамках среднего текущего ремонта мы планируем провести работы по отсыпке проезжей части, а также по отсыпке инертным материалом пешеходных дорожек для движения пешеходных. Это поможет? Грязи не будет? Чем будете посыпать? Дресовой и инертным материалом. То есть не будет грязи? Ну, не будет. И сделать это они хотят уже на этих выходных. Более того, в родительские чаты уже присылают фотографии, где видно, что какая-то работа уже началась. Но опять же, по информации родителей, этим занимается та самая строительная компания, которая строила школы. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Но на самом деле уже не так важно, кто будет делать. Главное, чтобы дети в понедельник пошли в школу по нормальной дороге. Асхат Нязов, Ристамбек Аспанов и Ботажуманова. Хабар, 24. В Алматы торговцы рынка Рахат могут остаться без работы. Местные власти требуют вернуть земельный участок, на котором он расположен. Для каких целей – не объясняют. Сегодня предприниматели выразили свой протест против такого решения Акимата, а юристы утверждают, что оно еще и незаконно. Анастасия Валикжанина продолжит тему. Сложившуюся ситуацию предприниматели называют абсурдной. И у нее оказалась длинная предыстория со спорными моментами. Она началась еще в 2018 году, когда закончился договор аренды земли, на которой расположен рынок Рахат. Акимат расторгнул его с владельцем базара – компанией ТКМ. Попытки продлить аренду были тщетными. Власти города отказали рынку. И передали этот участок во временное пользование другой организации, которая намеревалась построить мебельную фабрику. В бытность бывшего Акима города Алматы Баужана-Байбек этот земельный участок должен был быть продлен. То есть право временного возмездия землепользования должно быть продлено в порядке ст. 37 и 43 земельного кодекса. Но Акимат Алматы нарушено преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. Таким образом были ущемлены права 140 предпринимателей, работающих на этом рынке, говорит юрист. И это все было доказано в ходе последовавших за этим судебных разбирательств. По решению суда договор Акимата с новым арендатором был расторгнут, а с прежним не продлен. При этом рынок продолжал работать на данном участке. Но тем больше ситуация вызывает недоумение. Получается, мы аренду оплачиваем, мы оплачиваем все налоги, потому что у нас у всех есть свои ИП. О том, что рынок уже три года функционирует без договора, в Акимате вспомнили на днях и потребовали освободить землю. Предпринимателям предложили переехать в соседние крытые павильоны. Но они отказываются. Говорят, там и аренда дороже, и клиентов туда привлечь сложнее. Для этого мной была проведена встреча со всеми директорами рынка и получены были от них гарантии о том, что они будут соблюдать интересы данных предпринимателей и готовы провести с ними переговоры для предоставления им мест. Поэтому никто прав предпринимателей не нарушает. Предприниматели на этом останавливаться не намерены. Они будут обращаться за помощью в антикоррупционную службу. Анастасия Валикжанина, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар-24. Фермеры не могут использовать сертификаты, предназначенные для приобретения сельхозтехники. Жители Туркестанской области и Ишимкенты считают, что их обманули. Взамен старых машин, отданных на утилизацию, они должны были приобрести новые со скидкой. Но в автосалонах их сертификаты не принимают. Бахтияр Исаев выращивал в Туркестанском районе хлопы. Перед началом посевной кампании фермер остался без техники. Он сдал на утилизацию свой старый комбайн. Планировал по льготным условиям приобрести новые. Но эти планы успехом не увенчались. У меня сумма где-то 10 миллионов. У одного 10 сертификатов, да? А сколько здесь людей? Хотел трактор себе взять. А в автосалоне, говорит, все, мы не принимаем. Сертификатов не принимаем. Теперь нам куда идти? Сроки стекают. Уже у нас начинается сезон. Вы знаете, Туркестанск в области уже начинается пораньше. Тракторов стоим где-то 12 миллионов. Мы сэкономим на 4 миллиона. Да, первоначалок хватает остальных в кредит. У ста собравшихся сельчан аналогичная проблема. Из 327 владельцев сертификатов большинство жителей Шимкента. Автоцентры, по их словам, признали сертификаты недействительными. В итоге люди оказались без транспорта и без денег. В январе сдал автомобиль ВАЗ-2106 и один трактор. Деньги должны были поступить через пару дней. Но прошло уже три месяца. Сейчас ни машины, ни денег. Напомним, в отношении оператора РОП, занимавшегося утилизацией старых автомобилей, возбуждено уголовное дело. Однако, в жаслодому, взявшему на себя обязательства перед автовладельцами, проблему обещают все же решить. В ближайшее время будет продлен срок действия просроченных сертификатов. Все озвученные вопросы будут решены до конца этого месяца. Однако, весеннеполевые работы не ждут. Сельчане просят ускорить работу ответственных лиц. В противном случае, больше 500 человек намерены обратиться с петицией в столицу. Почти на 2,5 миллиона тенге оштрафовали водоснабжающую организацию ВАКТАУ. Скандал связан с незаконным расчетом показателей на горячую воду, сообщили специалисты регионального антимонопольного органа. На основании жалоб горожан, которые стали поступать с начала года, была проведена внеплановая проверка. По итогам, услугодателя привлекли к административной ответственности. Субъект нарушал законы о естественных монополиях, в результате чего нами было возбуждено административное дело. На сегодняшний день субъект сразу же оплатил сокрушение порядка 2 миллиона 450 тысяч тенге. Департамент планируется направить в адрес моей Каздомпром о произведении перерасчета и возвратить сумму потребителям. На Хабар 24 новости мы продолжаем. Павлодарские мукомолы просят ограничить вывоз казахстанской пшеницы. Они также настаивают на том, чтобы в республике ввели обязательные пошлины на экспорт зерна. Ситуация на мукомольных предприятиях остается напряженной. Переработчики предупреждают сырье на исходе. На мельнице Ербола до Сыбаева молят муку первого сорта, основная в производстве социального хлеба. Продукцию реализуют по всему Казахстану. Пшеницу поставляли из России. Сейчас ситуация сложная. Сырье осталось на две недели. Я посчитал, где-то у нас зерна более 300 тысяч тонн надо на потребность, чтобы перемалывать. Качественные пшеницы. Статистика сегодня говорит, что урожай пшеницы составил 750 тысяч тонн. Тут можно посчитать, что-то половина из них останется нам, что-то вывозится активно, что-то вывезло. Поэтому подсчет показывает, что пшеницы на рынке не осталось. Безвыходным положением оказались два десятка мукомольных предприятий Павлодарской области. Объединившись, они обратились к правительству с просьбой ограничить вывоз пшеницы до нового урожая, как минимум до полутора миллионов тонн. А чтобы создать добросовестную конкуренцию на казахстанском рынке, переработчики зерна говорят, что нужно обязательно вводить пошлины на экспорт продукции. Наша государство миллиардами тратит, чтобы вырастить эту пшеницу. Этой золотой пшеницей получается, она уходит за границу и пользуются другие государства. Мы, как отечественные товаропроизводители на рынке экспорта, получается неконкурентоспособны из-за того, что наше сырье уходит без пошлины, без ничего, и получается она намного дешевле наше сырье-то. В области есть запасы зерна. В рамках меморандума с зерносеющими хозяйствами переработчикам обязаны поставлять сырье по цене ниже рыночной. А для стабилизации цен на хлеб из ТАП-фонда планируют выделить мукомольным предприятиям чуть более 50 тысяч тонн пшеницы. Это капля в море, уверяют мукомолы. По обращению наших зерновиков было написано, нами направлено предложение в Министерство сельскохозяйства о рассмотрении вопросов по запрету на вывоз зерна за пределы республики до нового урожая. И, насколько я знаю, 28 марта состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросу внешней торговой политики, где одобрено квотирование на вывоз зерна за пределы. В схожей ситуации сейчас находятся мельницы в Североказахстанской и Кустанайской областях. Проблему мукомольных предприятий решают в правительстве. Ербулабишев Марат Игриков из Павлодорской области, Хабар, 24. Продолжение этой темы в программе «По факту». Российско-украинский конфликт обострил глобальный дефицит продовольствия. По данным Организации Объединенных Наций, из-за военных действий и без того высокие цены на еду могут вырасти еще на 22%. Самые большие риски по зерновым в мире уже сейчас наблюдается неопределенность с этим видом продовольствия. В боевых действиях участвуют крупнейшие производители зерна. Казахстан и здесь не сможет остаться в стороне от происходящего. Об этом пойдет речь в следующие несколько минут в эфире «По факту». Меня зовут Сергей Корняков. Здравствуйте. На воюющие Россию и Украину приходится значительная доля экспорта зерновых и масличных культур. Но что будет с урожаями в этих странах в этом году, особенно в Украине, предсказать пока сложно. Из-за этой неопределенности некоторым регионам в мире грозит дефицит продуктов и даже голод. Всем остальным странам увеличение цен. Без согласованных действий по решению проблемы поставок и доступности продуктов питания конфликт в Украине может усугубить мировой продовольственный кризис, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По информации Human Rights Watch, вторжение России в Украину уже привело к росту цен на хлеб и другие продукты питания. Больше всего страдают государства Ближнего Востока и Северной Африки. Они сильнее остальных стран, зависят от украинского зерна. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, именно в Украине находится треть самых плодородных земель в мире, а 45% ее экспорта приходится на сельскохозяйственную продукцию. Страна входит в число ведущих мировых экспортеров подсолнечного масла, рапса, ячменя, кукурузы, пшеницы и мяса птицы. Большая часть производства пшеницы в стране находится именно на востоке Украины. Именно там происходят основные и самые интенсивные боестолкновения армии. Шансы на замещение импорта из России и Украины внутриафриканской торговлей в краткосрочной перспективе очень малы, так как предложение невелико. Транспортная инфраструктура находится в плохом состоянии, а объемы хранилищ недостаточны. Украинское правительство 9 марта запретило экспорт зерна и других продуктов, чтобы предотвратить внутренний гуманитарный кризис. Тем временем, сбои в поставках могут иметь вторичные последствия для мирового птицеводства и свиноводства. Импортируемая странами Европы и Азии украинская кукуруза используется в качестве корма для животных. В марте Украина могла бы поставить на рынок порядка 3,5 миллионов тонн кукурузы и 1,5 миллиона тонн пшеницы. Этого по понятным причинам не произошло. Наблюдается тонкий ручеок поставок через железную дорогу в Румынию и Польшу. Но этого недостаточно. Если в Украине существует опасность, что сельскохозяйственная продукция не будет произведена, фермеры бегут от боевых действий, инфраструктура там разрушается, то в России снижение производства может быть результатом международных санкций. Об этом пишет Bloomberg. Сельское хозяйство в России в значительной степени зависит от зарубежных семян и удобрений. Факт остается фактом. Продовольственный кризис, ранее спровоцированный засухой, российские действия в Украине только усугубили. Продолжаем выпуск. Казахстан и ЕС намерены укреплять и расширять сотрудничество на всех уровнях. Европейцы заинтересованы в доступе казахстанской продукции на свой рынок. Санкционные меры Европы в отношении России никак не касаются нашей страны. Это общие итоги прошедшего в Брюсселе заседания Комитета сотрудничества Казахстан-ЕС. Все детали в материале нашего Сапкора в Брюсселе Жанат Эрнст. Сотрудничество в политической, торгово-экономической сферах, верховенстве закона и прав человека, а также в сфере транспорта, энергетики, образования, науки, охраны окружающей среды, упрощения визового режима – вот далеко не все сферы взаимодействия Казахстана и ЕС. Глава нашей делегации, замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в своем выступлении отметил, что ЕС остается основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана, на долю которого приходится 40% всей внешней торговли и прямых иностранных инвестиций. Сегодня с Европейским Союзом мы обсуждали как раз различные направления сотрудничества. Европейский Союз реализует несколько программ, многолетних программ по развитию экономического сотрудничества, по развитию сотрудничества в области безопасности границ, по борьбе с наркотрафиком, реализует программу в области образования. И очень много в целом программ, которые предусматривают выделение существенных средств со стороны Европейского Союза на проекты в Казахстане, а также на проекты в Центральной Азии. И сегодня мы услышали, что, во-первых, со стороны Европейского Союза есть готовность наращивать, увеличивать эти суммы, выделяемые на такие проекты. Казахстан и ЕС – старые друзья, и у нас очень хорошие взаимоотношения. Наше соглашение охватывает 29 самых различных сфер. Это двустороннее региональное партнерство, где Казахстан играет центральную роль. Это и вопрос безопасности в том числе касательно того, что произошло у вас в январе этого года, и того, что, к сожалению, происходит в Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит в этом году Центральную Азию и Казахстан. Мы продолжим развивать наши отношения во всех сферах, будем внимательно и с большим интересом наблюдать за реализацией программы по строительству нового Казахстана, объявленной президентом Тукаевым 16 марта. Большинство из того, что было сказано им, резонируют с нашими ценностями и принципами. Во время многочисленных встреч с европейскими коллегами и высокопоставленными чиновниками ЕС, Роман Василенко подробно рассказал им о политических реформах президента КСМЖ Марта Тукаева и ознакомил с основными пунктами его недавнего послания народу. Он отметил важность недопущения негативных последствий на торгово-экономические отношения между сторонами из-за введения ограничительных мер ЕС в отношении России. Европейцы заверили, что санкции никаким образом не направлены против Казахстана и выразили поддержку в доступе нашей продукции на рынок ЕС. В Евросоюзе выразили поддержку курсу казахстанского руководства на политическую модернизацию. В Европейском Союзе заинтересованы в сотрудничестве с нами. В Европейском Союзе понимают, что Казахстан занимает взвешенную позицию по конфликту в Украине. В Европейском Союзе понимают, что Казахстан не должен страдать экономически. Конечно, мы уже сталкиваемся с серьезными экономическими вопросами, вызванными налагаемыми на Россию ограничительными мерами, санкциями. Но в Европейском Союзе готовы с нами работать над тем, чтобы минимизировать эти последствия. Потому что казахстанская нефть, естественно, ни под какими санкциями не находится и не будет находиться. Но нам нужно сейчас находить механизмы доставки нефти в сложившихся обстоятельствах. Один из таких транспортных коридоров, к сотрудничеству в рамках которого в ЕС проявляют значительный интерес, это транскаспийский международный транспортный маршрут. Роман Василенко рассказал европейским коллегам о его преимуществах и отметил, что использование этого маршрута совпадает и с задачами стратегии ЕС «Глобальные ворота». Во время встреч с евродепутатами обсуждалось дальнейшее сотрудничество в самых различных сферах, в том числе и в развитии зеленой энергии, установлении партнерства с батарейным и сырьевым альянсами Европы, а также совместные усилия в борьбе с изменениями климата и планы Казахстана по достижению к 2060 году углеродной нейтральности. Должен сказать, что я был очень удивлен национальным планом Казахстана по декарбонизации экономики. Это доказывает то, что Казахстан следует примеру ЕС. У нас очень много возможностей для сотрудничества, много инвест-возможностей для европейских компаний в энергетических и других секторах Казахстана. Политические реформы президента Тукаева – это то, что придает новый импульс после трагических январских событий для дальнейшей демократизации Казахстана. Если эти процессы пойдут по плану, то будет много возможностей для нашего более тесного сотрудничества. Делегации обсудили также сотрудничество на уровне Центральная Азия ЕС и ряд предстоящих мероприятий в этом году. В двустороннем же формате в следующий раз стороны встретятся на 19-м заседании Совета сотрудничества Казахстан ЕС, который пройдет в июне. Жанна Тернежу, Март Ахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель. В Берлине проходит 36-й по счету международный чемпионат по пароплаванию. В нем участвуют 400 спортсменов со всего мира, в том числе и из Казахстана. Нашу страну представляют четверо пароплавцов. Это Айбек Искра, Алина Синельникова, Иван Щепов и Дурдавлет Жумагали, бронзовый призер Паралимпиады в Токио. Германии им предстоит выполнить нормативы, которые позволят им побороться за путевки на чемпионат мира в Португалии и азиатские пары игры, которые пройдут этой осенью в Китае. По словам тренера, у наших пловцов очень сильные соперники, но казахстанцы хорошо подготовлены. Одна бронза, одно серебро именно по классам. Это, конечно, очень маленькая победа, но по классам завоевал Щепов Иван, Жумагали, Нурдавлет. Стараемся улучшить показатели, улучшить свой рейтинг на этих соревнованиях. Ну и, соответственно, больше стартов, лучше результат и больше побед будет. Будем надеяться, что в дальнейшем наши соревнования, которые будут еще впереди три дня, принесут более плодотворные успехи.